Как внучка английской королевы стала русской святой? Ее, родившуюся 150 лет назад, 1 ноября 1864 года, современники называли первой красавицей Европы. Отцом Елизаветы был великий герцог Гессен Дармштадтский, Людвиг IV, матерью принцесса Алиса, дочь английской королевы, Виктории. У Эллы, как называли ее близкие, не было русской крови, но это не помешало ей стать русской святой. В России 20-летнюю Эллу привело согласие выйти замуж за великого князя Сергея Романова, брата императора Александра III. Субруги были глубоко религиозны. Будучи протестанткой, Элла добровольно простаивала рядом с Сергеем Александровичем многочасовые службы в православных храмах. После первых шести лет в России, вопреки воле отца, она перешла в православие. «Как я могу лгать всем, притворяясь, что я протестантка, когда моя душа полностью принадлежит религии здесь», – написала она отцу. К этому времени Элла уже начала говорить по-русски, понимала красоту церковно-славянского языка и восхищалась им. В ее семейной жизни царила гармония. «Я счастлива и очень любима», – писала она бабушке английской королевы Виктории, в письме к брату Эрнсту, называла мужа настоящим ангелом доброты. В 1891 году пара переехала из Петербурга в Москву. Великого князя назначили генерал-губернатором первопрестольной. Эта высокая должность сделала Сергея Александровича мишенью для революционеров-террористов. Генерал-губернатору часто угрожали, дошло до того, что князь, выходя из дома, старался не брать с собой близких, чтобы сберечь им жизнь в случае покушения. Террорист Каляев кинул бомбу великого князя 4 февраля 1905 года на территории Кремля. Услышав взрыв, Елизавета Федоровна выбежала из дворца на улицу. Смертвенно-бледным лицом она собирала руки разорванного тела супруга. Одна старушка принесла ей найденный палец князя с обручальным кольцом. Одну руку убитого нашли по ту сторону кремлевской стены, а сердце на крыше одного из зданий. Трагедия в Кремле стала прообразом кровавого месива, в которое превратят революционеру Россию через 12 лет. Крест, установленный Елизаветой Федоровной на месте убийства супруга в Кремле в 1918 году, лично демонстрировал Ленин на пару со Свердловым. А после революции Ленин какое-то время жил в родовом имении Сергея Александровича Ильинском, что в 30 километрах от Москвы. В Ильинском Элла и Сергей провели медовый месяц, устроив за это время для крестьян родильный дом и став крестными для многих сельских детишек. Местные жители не удивлялись, когда к ним в дом приходила великая княгиня с вопросом, чем вам помочь. После гибели мужа Елизавета Федоровна продала все драгоценности, включая обручальное кольцо, приобретя на эти деньги в Москве на Ордынке большое поместье с садом, где основала Марфа-Мариинскую обитель милосердия. Устроила здесь бесплатную больницу для бедных, где вели прием лучшие врачи. А сама она ассистировала докторам во время сложных операций. В обители были приют для сирот, бесплатная столовая, воскресная школа для детей и взрослых, библиотека. Не все были способны правильно понять происшедшую в ней перемену, писал о Елизавете Федоровне, ее современник, протопрессвитер Михаил Польский. Надо было пережить такую катастрофу, как ее, чтобы убедиться в непрочности богатства, славы и прочих земных благ, о чем столько веков говорит Евангелие. Елизавета Федоровна спала 4 часа в сутки на скамье без матраца, ухаживала за самыми трудными пациентами, перевязывала больных с гангреной, не гнушалась запаха, после которого приходилось менять на себя одежду. «Я обручусь Христу, его делу», — писала она в те дни. «Я все, что могу, отдаю Богу и ближнему, и я глубже ухожу в нашу православную церковь». Все решения она принимала с благословения старцев. В Москве за помощь бедным, больным, бездомным Елизавету Федоровну называли «великой матушкой». Даже в столь злачном месте, как хитров рынок, где матушка подбирала беспризорников, ее никто не осмеливался тронуть. Когда большевики решили арестовать Елизавету Федоровну, они послали в обитель не москвичей, а группу латышей. Ее схватили на третий день пасхальной недели в 1918 году. Вместе с Елизаветой Федоровной в ссылку на Урал отправилась ее верная келейница, Иннокиня Варвара. В рудниковую шахту глубиной 60 метров под Алапаевском матушку сбросили живой. Это произошло 18 июля, в день именин ее покойного мужа. А за сутки до этого в Екатеринбурге была убита царская семья. Как известно, супруга Николая II Александра Федоровна была младшей сестрой Елизаветы Федоровны. В страшную революционную годину матушка при желании могла покинуть Россию. После заключения большевиками Брест-Литовского мира с Германией немецкий посол в Москве добивался у советского руководства разрешения на отъезд Елизаветы Федоровны за границу. Этому способствовал казер Вильгельм, в юности влюбленный в Эллу. Весной 1918 года немецкий посол даже прибыл в обитель, однако великая княгиня не приняла дипломата. Без России она себя не мыслила. А народ, что пошел за революционерами, называла обманутым. Господи, прости их, не ведают, что творят. Молилась на краю шахты о своих мучителях святая. Ее, инокиню Варвару и еще шестерых узников уже в шахте закидали бомбами. Однако сквозь дым и гарь снизу доносилось пение матушки «Спаси, Господи, люди твои!». Двое из группы палачей не выдержали ужаса происходящего и сошли с ума. Вскоре после расправы в Алапаиск пришла белая армия. Останки великой княгини и инокини Варвары через Китай переправили в Иерусалим, где они упокоились в русской церкви святой Марии Магдалины. За четверть века до кончины Елизавета Федоровна присутствовала на освящении этого храма вместе с супругом. То была ее первая и единственная поездка на святую землю. Храм был возведен на деньги царской семьи в память об императрице Марии Александровне, матери ее супруга Сергея. «Красота и церкви, и места настолько глубоко проникли в сердце 24-летней Эллы, что она воскликнула, как бы я хотела быть здесь похоронена». Эти ее слова в точности исполнились. В 1992 году русская православная церковь причислила Елизавету Федоровну к лику святых. Тогда же в Москве началось восстановление поруганной большевиками Марфо-Мариинской обители Милосердия. «Здесь вновь помогают страждущим, воспитывают сирот, кормят обездоленных. В храме покрова Божьей Матери, воздвигнутой матушкой, вновь возносится молитва к Богу. Святую Россию и православную церковь врата ада не одолеют», – писала накануне мученической качиной преподобная Елизавета Федоровна. Статья, подготовленная Марией Позняковой, публикуется в газете «Аргументы и факты», номер 45 за 2014 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok